Девушки отдыхают Есть у тебя смысл жизни? Что мне сказать? У нас вот есть. Свалить, что ли, отсюда? Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДимаTorzok 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 Сол, ты принесла мне чёртову сигару. Я же сказал вам, черти. Сигару мне. И ледяного бухла. И пару девочек для компании. А иначе можете поцеловать меня в задницу. Тихо, Сол. Мы здесь вместе с Панам. Панам? Но она же ушла. Не совсем. Мы тебя вытащим. Ты... Я тебя помню. Ты та наёмница. Крепко тебя избили. Без этой штуки не обойдёшься. О да. Ну чего? Как он? Теперь можем и потанцевать. По-моему, неплохо. Сразу потребовал сигару и девочек. Это похоже на Соло. Пора уже дельтовать отсюда. Мы уже выходим. Поняла. Завожу мотор. Сейчас буду у вас. Ты что, обошла все их патрули? Ага. И если пройдут? Точно. Там должен быть короткий путь на поверхность. Точно. Там должен быть короткий путь на поверхность. Продолжение следует... 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 В финале. Но это была непростая авария. Ты хочешь сказать, он погиб из-за тебя? Из-за меня? С чего ты взяла? Его прикончил один корпоратский хлыщ. Питер Сэмсон. Редкая сволочь. Расскажи мне, как погиб твой муж? Мы только что вышли на финишную прямую. Сэмсон уже мчался перед нами. Было ясно, что нам не выиграть. Дин стал сбрасывать скорость. И тут этот подлый ублюдок ударил по тормозам. Дин не справился с управлением. Но он ведь не нарушил никакие правила. Ты не понимаешь. Он был уже у самого финиша, он бы выиграл. Но он хотел убить Дина. И что с ним за тема? Да неважно, для меня он всегда был таким же соперником, как прочие. А вот для Дина... Они знали друг друга очень давно. Дин и Сэмсон. Что-то не поделили? Дин ничего мне не рассказывал. Но между ними действительно была какая-то вражда. Не соперничество на трассе, а личная ненависть. Дин бесился, когда Сэмсон выигрывал. Ты точно уверена, что это было убийство? Может, это просто твои эмоции? Нет. Я видела, как они ссорились на стартовой линии. И я его уничтожу. Во время гонки? Люди часто гибнут на трассе. В этом нет ничего необычного. Все по правилам. Никаких вопросов. Это же гонки. А что, если Сэмсон вообще не будет участвовать в гонке? Он будет. Этот никогда не упустит случая повыделываться. Он чемпион прошлого года. Конечно же, он захочет повторить успех. А от меня чего хочешь? Чтоб я помогла его убить? Если придется сделать выбор, мне важнее убить Сэмсона, чем занять первое место. Прости, что соврала тебе, Ви. Раз тебе это так важно, я согласна. Давай уделаем эту сволочь. Спасибо тебе. Это очень важно. Правда, очень. Увидимся в финале? Да. До встречи, Ви. Ви. Как бизнес? Не люблю слово «бизнес». Я называю это работой. Тяжелой и честной работой. Я не жалуюсь. Почему «Эль Капитан»? Знак уважения. Люди мне благодарны, потому что я защищаю их интересы. Вау. Вот это альтруизм. Корпорации язва на теле мира. Власть должна принадлежать людям. И мы этого добьемся. Вот увидишь. Расскажи мне про Санто-Доминго. Многие пытались здесь зацепиться. Корпорации, банды. Ни у кого не вышло. В Оройе и на ранчо Коронада живут серьезные ребята. Им лапшу на уши не навешаешь. Мы кровь этого города. Позвольте вопрос, что такое любовь? И тебе привет. Простите, где мои манеры? Здравствуйте. Служба такси Толомейн вновь приветствует вас. Что такое любовь? Да, конечно. Только боюсь, минут не хватит. Можешь приедуть, Лагер. До этого я и боялся. Понимаете, что это значит? А, наверное, уже еду. Значит, что наука бесит. Ой, спасибо. Прямо камень слушает. А, что-то мне нужно... Дэл, что-то ты... Знаешь, все у тебя лучше, если... Погоди. Это из-за соло? Насквозь меня видишь. Угу. Ну, до скорого. Сартифицированный транспорт будет перемещаться по заранее утвержденным маршрутам. Например, от дома гражданина до работы. Все транспортные средства срочным управлением гражданам необходимо сдать в недельный срок. А кроме того, предоставить личные велосипеды для установки на них государственных GPS-трекеров. Это были новости на 54-м канале. Спасибо, что вы с нами. Ладно, мы. Ладно, мы. Ладно, мы. Субтитры делал DimaTorzok Терлизис когда-то был борделем. В какой-то момент тигриные когти убили там на одну девушку больше, чем люди могли стерпеть. Поэтому мы взяли все в свои руки. И теперь это наш круг. Так вот, то же самое надо сделать и в облаках. Ты хорошо все обдумала, Джуди? Точно? Я вообще ничего не обдумывала. Ты пойми, в Шель мы добились свободы не потому, что сидели на жопе ровно и ничего не делали. Я знаю эту историю. С клубом все вышло не так уж гладко. А я и не говорила, что в этот раз выйдет гладко. Эва пошла в облака, потому что ей там казалось безопасно. Ну а результат ты сама видела? Виль, я больше не могу притворяться, что я ни при чем. Ты уговорила Шельм захватить облака? Нет, я тебя хочу уговорить. В облаках есть те, кто нам поможет. Ты с нами? Ладно, сделаем это. Еее, круто. Ну так, какой у нас план? Погоди, сначала надо поговорить с Майкой Маэдой. Без нее можно даже не начинать что-то планировать. Майка Маэда? Кто это такая? Она неофициальный босс в облаках. Довольно хороший. А официально она кто? Просто кукла. То есть никто. Ты уверена, что эта Майка нас поддержит? Если бы я была уверена, я бы ей просто позвонила, а не уговаривала тебя помочь. Давай по-другому. Ты можешь гарантировать, что она нас выслушает, а не вышвырнет в окно? Да, конечно. Ну, это уже что-то. А ты эту Майку хорошо знаешь? Даже слишком. Когда пойдем к ней? Рано утром. Облака будут закрыты, сможем поговорить без свидетелей. Насколько рано? До восьми. Встретимся у входа. Хотя нет. Давай лучше на балконе над клубом. Зайдем незаметно. Никто не узнает, что мы там были. На балконе. Хорошо. Продолжение следует... 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 Как два пальца. За мной. Джуди Альварес, сказала бы, что рада тебя видеть, но я терпеть не могу лгать. А еще, как ты знаешь, я ненавижу незваных гостей. Ага, я даже знаю почему. Мне казалось, после Шельм тебе падать уже некуда. Но теперь вижу, что ты скатилась еще ниже. Ты дружишь с обычной уголовницей. Я о тебе говорю, Ви. Хм, кажется, я оставила след в истории вашего клуба. Ну, если след — это лужи крови на полу, то да, конечно. Я пришла за инфой и получила ее. Все остальное случилось потому, что кто-то не хотел сотрудничать. А тебе никто про компромиссы не рассказывал? Объяснить, что это такое? Они требуют времени, которого у меня нет. И что тебе надо на этот раз? Снова будешь мучить наших кукол? Джуди хочет поговорить насчет облаков. Хочешь вернуться? Окей. Я всегда говорила, что ты классный монтажер. Не пойму только, зачем было притаскивать этот хвост. Я не собираюсь возвращаться, потому что вы считаете кукол за мясо. И это не изменится, пока мы не отберем облака у тигриных когтей. Слушай, я понимаю, то, что случилось с Эвой, тебя потрясло. А я думала, ты ничего не знаешь. Было ясно, что ее ждет печальный конец. Странно, что он наступил так поздно. Мы должны что-то сделать. Иначе со всеми будет как с Эвой. Дубман насиловал ее, пока она была без сознания, а потом продал. Как ненужный хлам. А, надо быть спокойнее, Джуди. Ладно. Ты вроде в более адекватном состоянии. Объясни, в чем дело? Ты же знаешь, что Дубман сделал с Эвелин, когда ей нужна была помощь. И ты согласна это терпеть? Клубом управляют боссы тигриных когтей. Знаешь, сколько я для них значу? Столько же, сколько вы и ваши проблемы для меня. То есть, почти ничего. Так может, ты вообще не должна тут работать? Давайте я сделаю вид, что вы не приходили. По старой дружбе, Джуди. Буквально через минуту охрана поймет, что вы здесь. У вас будет два варианта. Или вы сами отсюда выйдете, или вас вышвырнут. Это не угроза и не фигура речи. Просто дружеское предупреждение. С меня хватит. Я ухожу. Разумный выбор. А чтоб ты не думала, будто я совсем отмахиваюсь. Через пару минут Форест будет на техническом этаже. Один. Ты выбрала не ту сторону, Майку. Позволь мне самой судить. Как все классно прошло. Она просто нас послала. Наверное, ей надо подумать. Дадим ей пару дней. Ну, может быть. Позвоню ей завтра. Между вами что-то было? Давно. Мне тогда просто было одиноко. Как и всем в Найт Сити. Она тогда была совсем другой. И я тоже. Людям, которым важна только выгода, нельзя доверять. Никогда не знаешь, что им покажется более выгодным. Дружески похлопать тебя по плечу или всадить нож в спину. Да. Полностью согласна. Просто она... Когда-то мне очень нравилась. Я не сразу поняла, кто она на самом деле. Но какая бы ни была, без нее никак. Блин. А ведь я могла утром уехать поплавать. Мне кажется, тебе сейчас не помешает отдохнуть. Да и мне тоже. Да, только это будет не совсем отдых. У меня есть одна идея, я над ней работаю. Но пока не уверена, что все получится. Ну да. Я что-то не очень представляю, как ты валяешься на шезлонге и пьешь коктейль через трубочку. Если я лягу на шезлонг, я начну думать, как все могло бы быть. А мне как раз этого и не хочется. Следующий раз. А мне это важно. Погоди минуту. Что сделаем с Дугманом? Привет, я Джиллиан Джордан, и это мировые новости на 50... Ты уверена, что он придет? Ты же видела Майка. Неужели ты думаешь, что она стала бы его тут держать, если бы он не выполнял ее приказы? А что ты сама хочешь сделать? Я хочу, чтобы кто-нибудь разрядил прямо ему в рожу обойму. А лучше тех. Кто-нибудь? Да. И я хочу, чтобы это была ты. Лично я не понимаю, почему этот гондон еще жив. Так что, идем к нему? Конечно. Время убивать. Поехали на лифте. Так будет быстрее. Технический этаж. Знаешь, кто хуже корпоратов? Суги, которые метят в корпораты. Ты про Майка? Какая же мерзкая баба. Но надо признать, она верно оценила ваши шансы в этом деле. Подо льдом богатые природные ресурсы обеспечили быстрое экономическое развитие континента. Хотя это привело к некоторому ухудшению экологической ситуации, жители Южного полюса по-прежнему наслаждаются жизнью. Недавно в Антарктиде открылся первый кукольный дом. Но, возможно, больше всего местные жители и гости Антарктиды... А вы тут, блядь, откуда взялись? Где Майка? Зачем она меня позвала? Эвелин умерла. И ты пришла мне об этом сказать? Как это, блядь, мило с твоей стороны? Вот тебе. Поставь свечку. Ты насиловал Эвелин, когда она была беззащитна. Я мог бы свернуть ей шею и повесить... Я думала, что почувствовала удовольствие, облегчение. Все, нажимай первый этаж. Хочу уже выбраться отсюда поскорее. Мне казалось... Меня зовут Джефферсон Пиралис. Мир станет лучшим. И чувство было такое... Такое сильное. Но так мир и стал лучше. Одним махом мы спасли всех, кому этот хер мог навредить. А думай об этом. Они даже не узнают, что им что-то угрожало. Если ты не спасешь, Мир спасешь. Вот я тебе сейчас покажу. Надо вернуться к Майке с козырем в рукаве. Что, взывать к ее чувству справедливости не помогло? Майка убедит только конкретик. Ну, что дальше? Надо подумать. Нужно больше людей, это точно. Я поговорю с куклами. Позвоню тебе, как что-нибудь придумаю. До скорого, Ви. И спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Как вы хотите перехватить Василиск? Спасибо, Ви. Эй, разве я сказала, что согласна? Угу, пойдём поговорим с остальными. Получается, на операцию согласились только четыре ветерана. И всё. Других мы даже не спрашивали. Слишком большой риск, что кто-то пойдёт, но стучит соло. Только ветераны понимают, какие возможности нам откроет Василиск. Опасна эта затея. Да ладно, ничего опасного. Этот караван даже охранять особо не будут. И вообще, неужели ты не хочешь внести свой вклад в дело мира на планете? Если ничего не сделать, этого двери отправят на войнушку куда-нибудь в Банановые Республики. А мы найдём для него дело прямо здесь. В Америке. Снова пытались убедить соло. И ничего не вышло. Ага. Так, слушайте все. Мелитех будет перевозить Василиска по частям на двух грузовиках. Погоди, чего у тебя голос-то дрожит? Иди нахер. Мы встанем уже до переезда через трассу 101. Нападём сзади и быстро оттуда смоемся. Вопросы, мнения, замечания. Ты молодец, солнце. Угу. Краб. Допустим, у Панам свои счёты с Солом. Вы-то чего? Пару лет назад никому бы и в голову не пришло работать на корпоратах. Нам нужна техника и заказы, чтобы вернуть себе доброе имя. Сол бы это понял, если бы соизволил вынуть голову из своей задницы. Ладно, я с вами. А, окей, спасибо. Сначала заедем на станцию. Там стоит локомотив, им мы заблокируем переезд. Поедешь с нами или встретимся там? Поеду с вами. Ну и круто, поехали. А голос-то у тебя дрожал. Неправда. А, да ладно. Спотели вы? Да иди ты. Ты точно не оставила следов? Мелитех ничего не заметит? Ты что, во мне сомневаешься, Бобби? Окей, окей. Я ничего не спрашивал. Поехали. В лагере точно не заметит, что вы уехали? Сол и так не хочет нас там видеть. Ему надо во второй раз произвести хорошее впечатление на биотехнику. А ваши унылые рожи их не впечатлят. Это как пить, да? А что в итоге со стилетами? Думаете, скоро нападут? Сол так думает. Расставил чувствовать по всему лагерю. Что тебе не нравится? Мне не нравится, что он лечит сердцом и болезнью, а не причиной. Ты не скучаешь понотить? Иногда скучаю. Мне не хватает ощущения, что у тебя малыша слабо. Но я его всегда отравляла чувство. Чувство, что свобода бессмысленна, если ты одна. Да, я тоже не сразу к этому привыкла. Хотя почти никогда не оставалась одна. У тебя кто-то был? Настоящий друг. Его звали Джеки. Он бы тебе точно понравился. Джеки. Я запомнил. Мы на месте. Вот это махинь. Если тебе так нравится, давайте угоним поезд и успокоимся. Может, ну нахер этот Василиска? Действительно. Будем ездить по путям до 101, а потом обратно. Соло даже уговаривать не придется. Все готово? Все готово? Кажется, вышка давно обесточена. Мы этим займемся. Вы с панам пока поищите код авторизации. Ну что, пора за работу. Вы же понимаете, если мы облажаемся, крайний будет по нам. А мы, типа, прикинемся ветушью, что ли? Думаешь, Соло нас не тронет, а по нам получит оптом за все? Ты посмотри на эту девочку, Дед. Ей кажется, что она заботится о панам больше, чем ее семья. Почему вы ее не поддержали, когда она ушла из клана? Потому что в тот раз она вела себя как дура. Вам кажется, за это время она поумнела? Да. Она ушла, научилась чему-то новому. Пожила одна. А потом сумела вернуться. Таких людей в семье ценят гораздо больше тех, кто сидит на жопе ровно и делает, что говорят. Кого я вижу? Ты пришла помочь, я угадала. Первый раз вижу такую старую технику. А откуда ты узнала, как с ней работать? Из книг. Ты еще не видела, что внутри сигнальной вышки. Они там использовали перфокарты. Представляешь? Что за перфокарты? Старые носители данных. Сеть обрушилась, пришлось вспомнить методы 20 века. Как они вообще выглядят? Обычные картонные карты с колонками дырок, которые служат кодом. И каждая дырка – это единица информации. А вообще, мне интереснее говорить про Панам, чем про перфокарты. Дай угадаю. Ты не понимаешь, зачем тебя позвали, правильно? Панам попросила, я приехала. Угу. Она вернулась в семью, перетянула на свою сторону Митча и еще кучу народа. И все равно позвала тебя. Интересно, почему? Сол будет беситься, даже если все получится. Уже представляю его лицо. Помню, когда мы впервые встретились, ты страшно боялся впасть в немилость к Солу. Не настолько, чтобы бросить Панам на произвол судьбы. Да, но теперь-то ты бунтуешь в открытую. Что-то изменилось? Ага. Я понял, что Панам права. Как у вас тут дела? Потрясающе, как же еще? Все подключено, ничего не работает. Работает, только нестабильно. Ви, можешь просканить? А то мне не очень улыбается разбирать все это на части. Конденсатор поврежден. Третий справа. Ну, и правда. Подожди чуток, надо его заменить. Ага, проверим еще раз. Ха, работает. Спасибо, Ви. Тебе помочь? Конечно. Но на твоем месте я бы сначала поискала другие варианты. Ого, вот это скорость. Топаем по лестнице. Митч, с Бобом уже все подключили. Не без моей скромной помощи. Дела сами себя не сделают. Топаем по лестнице. 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 Я всегда любила поезда и станции, где соединяется много путей. Прикольно, когда рельсы сходятся. Да, точно. Когда смотришь на них сверху, чувствуешь... Свободу. Будто можешь начать тысячу путешествий одновременно. Наверное, чуть проще. Надежда. Так, мы на месте. Кэрол, что нам надо найти? Что это? Такие картонные карты с дырками. Я помогу тебе искать. Окей, спасибо. Здесь нет? Ничего. Ничего. Тут ничего. Мне кажется, она должна быть здесь. Вещи внимательнее, окей? Здесь нет? Так-так-так-так. Кажется, нашла. Ага, отлично. Кэрол, мы нашли карту! Что дальше? Вставьте ее в Риде! Ну чего там, Ви? Вставляй уже карту! Ну, попробуем. Работает! Иди посмотри! Паровозик, который смог. Ви, я хотела с тобой поговорить. А че такого-то? У меня к тебе есть довольно глупый вопрос. Я знаю, я сама тебя позвала, но... Почему ты мне помогаешь? Потому что для тебя это важно. Только поэтому? Я... Прости, это как-то грубо прозвучало. Ну, есть еще вопросы? Нет, нет вопросов. Кажется, я уже узнала все, что хотела. Надо послать бестии букет цветов за то, что она нас тогда познакомила. По-моему, это не совсем в твоем стиле. И открытку. Спасибо, что помогла мне найти настоящую подругу. Тупая сука. Ха, так-то лучше. Думаю, нам уже пора возвращаться. Вы как-нибудь следите за этим конвоем? Да. Хэррол время от времени проверяет их каналы связи. Все идет по плану. По крайней мере, пока. Продолжение следует... Солнце, присядь на минутку, пожалуйста. И успокойся. У нас все под контролем. Конвой едет прямо к нам в руки. Из-за Соло волнуешься. У нас еще довольно много времени до заката. Думаю, еще раз осмотреть машину не повредит. Звезды появились. Значит, до заката всего пара часов. Ты так паникуешь. Будто ты первая, кто вышла против Соло. Ой, давай только без этого, а. Не надо меня утешать. А я знаю этого человека? Знал, Скорпион. Он вернулся с войны накрученной. В голове полно идей. Куча новых контактов. Стал убеждать Соло объединиться со змеиным народом. Типа, чтобы стать сильнее. Он мне никогда про это не рассказывал. А что Соло? Отчитал его перед всеми за то, что сеет смуту в семье. Потом целый год не давал ему ни одного заказа. Вот уж утешил. Спасибо. Ты сказала, тебя не надо утешать. Давай-ка выпьем за Скорпиона. И зачем? За Скорпиона. Я попробую немного поспать. Давай. Наш конвой в ближайшее время все равно не приедет. Так нервничаешь, что сон не идет? Я лучше просто рядом с тобой полежу. Подумаю. Посмотрю на звезды. Ты в этом тоже разбираешься? У вас, может, и карты неба есть в библиотеке? Конечно. Вот тут большая медведица. А вон там справа, видишь, звездочка? Да. А видишь, да? Это значит, что у большой медведицы течка. Спокойной ночи, Ви. Окей, они подъезжают. Ну что, все готовы? Готовы. Поехали, Ви. Поехали. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они едут быстрее, чем вы думали. Не уверены, что нам хватит скорости. Отцепим один вагон, быстрее пойдем. Финни, тупи! Расхерачивай сцепку! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы близко, тут скорость, слишком юная. Стрихи, зашелись! Я их вижу! Отрежем их и окружайте! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, парни, забирайте кузовики! Завелизоваться сцепкой! Я их заела, что они об этом пожалели. Четыре, вниз, пять, могу! Дорога блокирована! А-а-а! 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 Давайте быстрее! Митч, Боб, вперед! Все идет по плану. Ладно, будьте осторожны, поезд отправляется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Окей, погнали! Ну, понеслась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черт, сработало! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Само собой, я же еще тогда говорила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, как оно там, Ви? Весело было? Еще как. Радуйся, что тебя не подписали собирать этот чертов конструктор. Эта великая честь достанется Митчу и Тэнь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если хочешь, я с ним поговорю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не, спасибо. Хочу сама разобраться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блядь, по нам! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, понеслась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Объясни, что это такое. Сам видишь, что это. Василиск. Я вижу два грузовика с логотипами Мелитеха. Черт, по нам, они видны за много милей. Ты думаешь, у семьи без этого мало проблем? Стелеты могут напасть в любую минуту. Теперь нам еще и от Мелитеха прятаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хватит! Стоп! Просто, блядь, заткнись! Ты что, хочешь вечно прислуживать корпорациям? Валяй, вперед! Мы оставим себе Василиск, хотя бы, чтобы вспоминать, кем были Аль-де-Кальда. Или, может, чтобы было чем защищаться, когда на нас опять кто-нибудь нападет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда я закончу с биотехникой, мы соберем семейный совет и обсудим твое поведение. А пока уберите с моих глаз эти грузовики. А Василиск, мы можем его собрать? Делай, что хочешь, только мне не попадай. А у вас им есть история древнего генера? Боб, Миш, поставьте грузовики позади лагеря. Надо их разгрузить. Ладно, а что нам потом с ними сделать? О, у меня есть идея. Ничего себе у тебя легкие, подруга. Да сама в шоке. Кажется, последний раз я так делала, когда мне было десять. Гляди-ка, до сих пор не разучилась. Все хорошо? Да-да, хотя та часть, где мы грабили караваны, нравилась мне гораздо больше. Если я опять понадоблюсь, просто позвони. Ви, конечно, позвоню. Будь готова снова меня слушать. Я буду ждать. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, солнце и ветер в волосах Макоец Привет, давно не виделись Я не фанат похорон Угу, и смерти тоже не сдаешься Как будто это моя вина Я не просил Сабуру записывать меня на чип И тебя не просил этот чип себе в башку вставлять Ох, надеюсь, ехать нам недолго Кстати, а куда мы вообще едем? Я не знаю Ай, молодец, девочка Всегда готова помочь Всем ребятам пример Я собираюсь прочтить память Скорпиона Это вроде как его последняя вор Ясно тебе? Супер С тобой не соскучишься Поедем к разрушенному мосту Это вон за тем холмом Принято Уже почти на месте Да, хорошо Приехали Вырубай двигатель Ты совсем меч? Охренел? Расслабься, Ви Так хотел Скорпион Чтоб ты его возил в багажнике? Как запаску? Нет, он хотел, чтобы я проводил его так, как он решил С грохотом Посадим его за штурвал Обольем машину горючим А потом подожжем и запустим с обрыва Мич Ты долбанулся Да ладно, не зуди Будь другом Канистру передай Держи Классно Теперь клади ее на пассажирское место Смотрю Водитель уже за рулем Нечего время тянуть Его уж скоро раздует, как воздушный шар Ну что, начнем шумные похороны? Ты точно уверен, что это хорошая идея? Нет, Ви Не уверен Но это была последняя воля моего друга И я костьми лягу, но ее выполню С твоей помощью или без? Ну давай Хорошо Я уже заткнул канистру тряпкой Подожги ее А я заведу машину Горит Быстрей, пока не ебнула Хорошей тебе дороги, друг Ушел с грохотом Как и хотел Пепел и сажа Все, что от нас останется Ну что, по пиву? Прости Не люблю я поминки Ну, как хочешь Эй, Ви Спасибо тебе За помощь Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Клэр DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Привет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА